Натан, раз-два-три, раз-два-три, мы можем начинать? Я включил запись, все нормально. Скажи мне, пожалуйста, меня так, мы как всегда с молитвой, чтобы нам была помощь свыше в этом важнейшем деле, которое мы с вами пытаемся сделать в изучении пророков, изучение слов пророков и, так сказать, возможности проникнуться их духом. Очень хотелось бы, чтобы это у нас получилось и для себя, и для других, и для наших детей, и для всех тех, кто нас окружает. Это очень-очень важно, это меняет. Мы знаем, что каждое соприкосновение с пророческими текстами, оно меняет человека, будем надеяться, в лучшую сторону. И вот сегодня мы с вами постараемся пробиться, действительно пробиться через 78-й псалом. Мы помним с вами, что последний псалом, который мы с вами взяли, там говорится, что это конец всех молитв Давида. Конец всех его молитв – это последняя молитва о Шламо, о его сыне, о благополучии нового царя, который взойдет на престол после него. Теперь же мы возьмем с вами 78-й псалом, который начинается словами «Маскиль Асафа». Уже как бы не Давида, а Асафа. Кто такой Асаф? Асаф, как мы с вами знаем из книги Деврея и Мим, это Леви, который живет, в общем-то, он сопременник Давида. Можно сказать, что он живет в эпоху Судей, в конце эпохи Судей и продолжает свою жизнь, его жизнь продолжается в царствовании Давида. И он еще поет среди тех певцов, которые поют в таком шатре, который построил Давид в Иерушалайме, и в котором идет служение Всевышнему. И вот это «Маскиль Асафа». «Маскиль Асафа». Слово «Маскиль», как мы с вами легко себе представляем, оно говорит о разуме, цехель. Вроде бы Асаф говорит от себя, но нет. Это цехель, он бывает разный. Он бывает цехель и Божественного Духа. Мы понимаем, что бывает разум у человека, свойства разума, они разные. Бывает человек такого острого мышления, быстрого. И острого мышления бывает человек, который склонен задумываться медленно, но проникать глубоко в суть вещей. Бывает человек, которого интересует больше информация, и он берет ее по поверхности, и он является таким кладезом информации. О том, что бывают разные ученики, у учеников бывают разные свойства, говорил Рамбан Иханан бен Закаке. Вот он называл Раби Лиезера, одному из своих учеников, бор-сид, яма, которая отделана, так сказать, известью. То есть яма, которая не пропускает воды. Он отбирает все, что говорит учитель, и не теряет ни капли. А у Иашио Бен Ханания было другое свойство. Раба Миханан бен Заке говорил богословенно. Богословенно мать его, Иашио Бен Ханания, его мать отличалась тем, что она с самого детства привозила его к дому учителей, и он еще как бы в таком совершенно раннем возрасте, на подсознательном уровне, впитывал слова мудрости. То есть его мудрость как бы пронизывала все, все его существо, и даже как бы лежала очень крепко на уровне подсознания, так как это бывает у младенца. И так далее. Наши мудрецы различают того, кто похож на гору Синай, то есть он убирает информацию от предыдущих поколений, который тянется от горы Синай, говорят о человеке, который умеет крошить, который не только выбирает информацию, даже не столько выбирает информацию, а склонен анализировать и разбирать, как бы все на малейшие доли, мельчайшие крупицы, раскалывать, разрабливать, доходить до самых частностей, сравнивать их и так далее. Но вот здесь, как бы в отличие от всех этих моментов, речь идет, конечно, о таком божественном разуме, склонном к пророчеству, который представляет, в общем-то, и себя божественный дух или берет свое начало в божественном духе. «Внимай, народ мой, учению моему, преклоните ухо ваших словам уст моих». Есть учение, которое я вам расскажу, но кроме этого я еще и разъясню вам, и вы, пожалуйста, прислушайтесь и постарайтесь понять и самоучение, то, что я вам передаю от моих учителей, и преклоните ухо к словам моим, так как я постараюсь вам разъяснить. Открою линии уста мои, произнесу загадки из древности. Притча, этот псалом, посвященная историческим событиям, и ОСА призывает сделать из них вывод, конкретный вывод. И вот сами исторические события, они в этом псалме становятся притчей. То есть есть что-то, что происходит, есть какие-то события, но они важны не только и не столько как исторический момент, а как некоторый пример, жизненный пример, из которого следует сделать вывод и сделать его вывод для нас, для нашего времени. Открою притчу, и произнесу загадки из древности. Загадки не все понятно. Есть в прошлом, в прошлой истории есть чудеса, они как загадки, и их тоже нужно постараться понять, но изначально они являются загадками. Здесь, может быть, нужно представить себе, что у других народов, у них есть также есть притчи, есть рассказы о прошлом, о какой-то прошлой истории, но все это принципиально отличается от того, что есть у нас. Принципиально отличается от нашей традиции, которая передается из поколения в поколение всем народам. Весь народ был свидетелем чуда исхода из Египта, весь народ стоял у горы Синай, и поэтому здесь нет никаких сомнений. А весь любая другая традиция, которая существует в мире другого народа, она никогда не говорит о том, что весь народ стал свидетелем чуда. Весь народ говорил со Всевышним. Это могут быть отдельные люди, которые когда-то встречали каких-то божеств, или они сами претендуют на то, что они сыновья божеств и так далее. Но весь народ, который слышал, говорил со Всевышним, этого мы не найдем ни у одного другого народа. Поэтому наши притчи и наши загадки, они принципиально отличаются от рассказов о божествах в греческой мифологии или в любой другой мифологии, которые слышали мы и знаем их, и отцы наши рассказывали нам. Мы слышали их от предыдущего поколения. И знаем их, знаем о них то, что это истина, потому что не то, что мы знаем все подробности и все детали, нам уже не нужно рассказывать, мы знаем их, уверены в них то, что это истина, так как они передаются всем народам. И отцы рассказывали нам, отцы в каждой и каждой семье, кроме того, что это достояние всего народа, в каждой семье передается традиция. И, во-первых, отцы никогда не стремятся обмануть своих детей и рассказать им то, что не было, и то, что не будет являться для них основой жизни. А, во-вторых, кроме как бы традиции народа, есть традиции в каждой семье. Не скроем от сыновей их, и рассказывая, не скроем от сыновей их, надо было сказать наших сыновей, но здесь имеется в виду от сыновей их, от сыновей отцов, от потомков отцов. Рассказывая поколению грядущему о славе Бога и мощи Его, и о чудесах Его, которые сотворил Он. И дальше Ассад начинает излагать историю, историю сыновей Израиля. И вот посмотрим, каким путем он идет. Но самое интересное, какие выводы можно сделать из этой истории, в каком плане это важно для нас, и как бы к чему клонит эта история, куда ведет ее нить, куда она направлена. И установил он закон в Якове, и поставил Тору в Израиле, который заповедовал отцам нашим известить сыновей своих, чтобы знали они поколение грядущие, сыновья, которые родятся, чтобы поднялись и рассказали сыновьям своим. То есть он говорит о понятной вещи, об обязанности передавать традицию, традицию и непосредственно знание Торы из поколения в поколение. «И возложил на всесильного надежду свою, и возложили на всесильного надежду свою, и не забывали деяния всесильного, а хранили заповеди его». Это пожелание, это не то, что факт, а это, скажем, то, для чего мы учим историю. И здесь, если говорить о ивритском тексте, то надежда здесь использует слово «кислам». «Кислам» – это удача, скажем. В общем-то, с одной стороны, а «кисла», близкое к этому слову, не то же самое, но близкое слово «кисла» – это неудача. И вот мы представляем, о чем говорит Асаб. Он хочет, то есть результат изучения нашей истории, которая тянется от горы Синай, еще раньше, от исхода из Египта, он ждет, какого результата? Он ждет, чтобы люди поняли, что их удачи, их удачи прежде всего связаны со Всевышним. То есть, как многократно повторяет Маше, и как многократно повторяет Яшуа, обращаясь своим современникам, что вы не сказали, что сила рук моих принесла мне все это достояние, принесла мне эту удачу. Не сила рук, а Всевышний. И понятно, что в жизни мы часто не обращаем внимания, мы, как частные люди и народ, не обращаем внимания на то, что повсюду действует рука Всевышнего, происходят, в общем, чудеса. Иногда они скрытые, иногда они почти явные. Все это можно не заметить. И вот призыв, призыв всегда соотносить свои удачи с Всевышним и благодарить Его за удачу. И свои неудачи, это как бы уже скрытый смысл стиха, неявный смысл стиха, и свои неудачи, также соотносить со Всевышним и искать причины своих ошибок, и думать над тем, что не получилось, и почему не получилось. И так возложили на Всевышнего свою, скажем, удачу, может быть, в том переводе, который мы сейчас с вами дали, и не забывали... Да, перевод надежды, надежды. Надежды, да. Но я же постарался объяснить, что здесь слово кислам, и постарался сказать, что слово кислам, скажем, его лучше перевести как удача. Понимаете, перевод, вот, скажем, здесь надежда. И я не стал поправлять это слово, хотя, в общем-то, весь текст посмотрел, оставил надежда. Но это не значит, что не нужно соотнестись с еврейским словом, и не нужно, скажем, а нужно упереться в это слово надежду, и вот воспринимать его как последнюю истину. Но ни в коем случае, надо соотнестись с еврейским словом и подумать, что, о чем оно рассказывает, о чем оно говорит, если его трудно или неудобно перевести как-то напрямую на русский, то все равно нужно понять, о чем говорит еврейское слово. И вот я еще раз могу сказать, что кесель – это удача, и призыв Асапа соотнести свои удачи, все, что получилось, то, что удалось сделать, соотнести свои удачи со Всевышним. Не думать, что это действительно удача, вот просто удача в течение обстоятельств, а всегда понимать, что есть во всем руках Всевышнего и благодарить Всевышнего за свои удачи. Это очень важное замечание, казалось бы, простое, но оно очень важное для каждого человека, а в особенности для всего народа. Может быть, мы к этому с вами вернемся дальше и стараемся подумать. И чтобы не были, как отцы их, поколение буйное и упрямое, поколение, не приготовившее сердце свое, чей дух не верен всесильному. О каких отцах говорит сейчас отца, о каких поколениях он говорит? Он скажет об этом. Это и поколение исхода из Египта, это и поколение пустыни, это и все поколения эпохи судей. Ни одно из этих поколений не справилось с простой задачей, а может быть, не такой простой, жить со Всевышним, постоянно ощущать его присутствие, задумываться над его желанием, над тем, как его воля проявляется через события и стремиться, стремиться служить Всевышнему. С этой задачей не справилось ни одно поколение. И начинает Ассад изложение истории, может быть, даже и не как бы, ну, наверное, по порядку, может быть, здесь можно сказать, что это первое событие хронологическое, из тех, что он упоминает. Он говорит о сыновьях Ифраима. Сыновья Ифраима, вооруженные, стреляющие из лука, повернувшие вспять в день битвы. О чем идет речь? Мы знаем с вами, что сыновья Ифраима за 30 лет до исхода, начав считать 400 лет, о которых им было известно по традиции, по-другому, не так, как, скажем, считали мудрецитуры других колен, они решили считать, начиная от момента заключения союза Авраама между рассеченными частями животных. Этот союз был заключен, когда Аврааму было 70 лет, то есть на 30 лет раньше, чем родился Ицхак, как мы себе представляем. И в этом союзе было сказано, что потомство твое будет пришельцами к земле не своей 400 лет. Вот решили они. Это тот первый момент, когда упоминается 400 лет. От этого момента, от 70 лет Авраама, следует отсчитывать время пребывания в Египте. И это их привело к ошибке, потому что, конечно, нельзя было как бы самостоятельно вот так вот решать. Нужно было советоваться всем вместе. Нужно было... В Египте были пророки, Аарон вовремя, брат Маши, он был уже известным пророком, нужно было бы советоваться с ним. Они решили самостоятельно, и в результате они ошиблись, потому что, как мы знаем постфактум, время исхода, время 400 лет в Египте нужно было начинать с момента рождения Ицхака. Союз между рассеченными частями это 70 лет Авраама, Ицхак родился, когда Аврааму было, скажем, 100 лет. То есть разница в 30 лет. Вот эту разницу на эти 30 лет сыновья Ефраима ошиблись. На 30 лет они совершили попытку выйти из Египта раньше. Они взяли оружие, так как сыновья Ефраима были свободными людьми в Египте, они служили у фараона, не были рабами, как другие колена, так как они считались потомками Юсефа, важного человека в Египте на тот момент еще пока. И они взяли оружие и направили в сторону земли Израиля. И там, как говорится в Египте, Ефраимим, люди Гата, то есть города Гата, они вышли им навстречу и разбили их. Только немногим удалось вернуться живым, живим в Египет к своим семьям. И эта история здесь, в устах Асафа, мы понимаем, что она звучит не как просто исторический факт изложения каких-то прошлых событий, а как пример, как он и сказал, притча, пример, из которой следует извлечь урок. Урок здесь, в общем-то, понятный для всех сыновей Израиля. Нужно следовать словам пророков, а не полагаться на свое понимание вещей. И понятно, что этот совет, он хорош, когда есть пророки, а вот когда нет пророков, то ситуация намного осложняется. И скажем, нужны какие-то критерии, на которые люди могли бы ориентироваться и не совершать ошибки. но уж точно, точно о чем можно сказать, что любые расчеты и любые подсчеты не могут быть ориентиром даже для совершения каких-то действий. Наши учителя, наши мудрецы рассчитывали время прихода машинок. Все, что они рассчитывали, все эти сроки не исполнились и нельзя их обвинять по ошибке, потому что они не собирались производить каких-то конкретных действий. Вот сейчас поднять весь народ. тяжелым для нас, как мы знаем, был 1840 год, когда подавляющее большинство мудрецов Торы не говорили, что этот год указан в книге Зор, как 5600 год от сотворения мира, когда должен прийти Машиах. Это глава Ноах, там говорится о том, что знания затапливают всю землю, а мы знаем из пророка Ишаяху, что приход Машиаха связан с тем, что знание о Боге полна вся земля. На 1840 год ориентировались как время прихода Машиаха. Было немного голосов, которые говорили, что нельзя ставить все ставки на год и постоянно подчеркивать, что придет Машиах, придет Машиах, что это указан в книге Зор. Очень немногие голоса раздавались, большинство мудрецов готовились к этому году, как год прихода Машиах, естественно, что Машиах не пришел. И это стало в общем-то тяжелым ударом для многих людей и даже для многих общин. И скажем, да, и скажем, это просто пример того, что расчеты, такие расчеты, как сыновей Ефраима, и когда из этих расчетов, какие бы они основательные не были, приводится на этих расчетах строится решение, решение совершить те или иные действия, что этот момент весьма и весьма проблематичен. нужно сказать, что, скажем, для нас важной проблемой является возвращение в землю Израиля. Мы можем представить себе, что возвращение из Бавеля, оно было, в общем-то, по слову пророков. В то время жили пророки, последние пророки, и это и пророк Схарья, их пророков можно отнести и Даниэля, и пророк Ишаягу, Ибарай Украшаягу предсказывал исход, он его описал, как бы события, которые ему и встали, поднялись, и пошли избавили. Не все, но совершили исход. По слову пророков, пророки продолжали обращаться на грамм Израиля, подталкивали их к строительству храма, говорили, что более Всевышнего построить храм и так далее. В наше время нет пророков. Но, скажем, как мы говорим, расчеты и подсчеты, они не годятся, они не работают, потому что ты никогда не знаешь, как точно считать, какой даты начинает рассчитывать. Скажем, был один современный, более-менее современный, близкий к нам по времени раввин, Раф Кашер, который попытался, исходя из событий, связанных с войной 1967 года, просчитать время прихода Машинка. Все сроки, которые он указал, они прошли, приход Машинка, как мы себе представляем, еще не произошел. Так что все подсчеты, они весьма проблематичны. Однако, возвращаясь к нашей мысли, если нет пророчества, как представить себе, закончилось ли время Галута, закончилось ли время изгнания. Тут помогли наши мудрецы. Вот также та же самая проблема, как у сыновей Ефраима. Кончилось изгнание или не кончилось изгнание? Что-то можно почитать, что-то можно представить. Одни говорят, что изгнание было на тысячу лет, другие говорят, другие строки, другие говорят, 1300 лет, так далее. Нет конца спором. Кто-то может сказать, что изгнание еще не закончилось, нету воли Всевышнего, чтобы мы возвращались, кто-то может сказать, что изгнание уже закончилось. Как бы наши мудрецы помогли здесь нам, чтобы мы в отсутствии пророчества у нас был верный признак окончания изгнания, чтобы мы знали. И как мы знаем, сказал Раби Абба, нет более верного признака окончания изгнания, чем цветение земли. Израиль. Если земля Израиля начинает цвести, это означает, что и знание закончилось. Он основывается на параметчестве, он говорит, берет строки из 36 главы Ихискеля и говорит, что как пророк или можно сказать Всевышний обращается к земле Израиля и говорит, а вы горы Израиля верки свои пронеси, притяните и плоди свои понесите навстречу народу моему, потому что приблизились они, чтобы прийти уже. Вот, говорит, Ромя, пророк описал на будущее время окончания изгнания. Земля Израиля цветет. Земля Израиля цветет. Цветет не только деревья, не только появляются плоды, здесь есть условия, чтобы жить, сюда можно приехать, чтобы жить. Это признак окончания изгнания, признак того, что следует подниматься и приезжать в землю Израиля. Вот мы остановились как бы с вами на первом моменте, который Асаф указал, как исторические сыновья Ефраима, решают совершить исход, не совершить исход. Просчитались и вроде бы момент отрицательный. Поговорили с вами о проблеме расчета, определении времен, определении времени конца изгнания. Теперь еще один интересный момент. еще один интересный момент, касающийся новей Ефраима. Раф в Трагате Сангидрин, один из мудрецов Талмуда, говорит, что пророк Тихискель, как известно, в долине в Бавиле, он оживляет мертвых сыновей Израиля, убитых Новокурницаром, который убил воинов Израиля в долине Дура, он там убивает людей, и раб говорит, что люди, которых воскресил воскресенный Хискель, это были сыновья Ефраима. Безусловно, он не предполагает, что это были буквально сыновья Ефраима, но он говорит о том, что люди, которых воскресил, они были похожи на сыновей Ефраима, у них был такой же дух, как в сыновьях Ефраима. Что они сделали, сыновья Ефраима, то есть те люди, которых оживил Хискель, они встали и пошли и отправили в землю Израиля. Что хотел сказать раб, что несмотря на ошибку сыновей Ефраима, несмотря на то, что они вышли из Египта раньше времени, есть положительный момент. Есть в этих людях тяга к земле Израиля, к святости земли Израиля, готовность бороться за нее, за землю Израиля, и вот если бы, скажем, как представить Рава говорит, если бы они восстали из мертвых, они бы тут же и сегодня отправились в землю Израиля сразу. Настолько велика их тяга к земле Израиля. То есть в сыновьях Ефраима, которые с одной стороны не посоветовались с пророком, пришли к выводу о том, что следует выйти из Египта на основе собственных соображений есть много отрицательного, но есть и положительный момент желания пойти в землю Израиля, завоевать ее с оружием в руках. Дальше Асаф продолжает не хранили они заветов Сисинова и не следовали торе его. И забыли они дела его и чудеса его, которые он показал им. Перед отцами их сотворил чудо в земле египетской в поле Цуана. Рассек он море и провел их в поле Цуана. Цуан это по Торе самый древний город скажем, сказать, что в поле Цуана это то же самое, что сказать и в Египте. Так, по крайней мере, объясняет Мальбим, что никакой особой здесь информации и в поле Цуана здесь эти слова не добавляют. Рассек он море и провел их и поставил воды как стену и вывел он их в облаке днем. То есть, когда говорится и хранили они завет Сисилиев, не следовали торе его, это уже речь обо всех санобьях Израиля. Несмотря на то, что они видели все чудеса, которые были сделаны для народа в Египте, они не как бы не прилепились ко Всевышнему всей душой и не было стремления служить ему по любви, исполнять его волю. Несмотря на то, что он сделал чудеса и вел их днем и ночью, и освещал им дорогу ночью, а днем указывал облаком и давал им воду из скалы, такие же обильные воды, как вода реки, они еще больше грешили перед ним, не слушая Всевышнего в пустыне. То есть, как бы, чем больше чудес, тем больше был грех. и испытывали они всесильного в сердце своем, прося пищи такой, какой хотят для них. Такую пищу они просили, какую они хотят. и здесь как бы можно над этой общей картиной или попытаться извлечь из нее урок. Всевышний делает для сыновей Израиля чудеса, чудеса, а им этих чудес мало, недостаточно для того, чтобы идти за Всевышним с полной верой, положившись на него. То они сомневаются, как в Рафидим, можно ли повернуть Рафидим на границе с пустыней. Раньше они шли в происходе из Египта, шли вдоль берега моря, теперь нужно повернуть в пустыню. Даст ли Всевышний там воду? Он уже рассек над ним, рассек для них море, рассек для них море, а даст ли он воду в пустыне? Вот это не факт. И они сомневаются. Всевышний дает им ман, и есть пища, и есть пища, как бы у которой любой вкус, разный вкус, и это их не устраивает, потому что они хотят пищу настоящую, хотят настоящее мясо. То есть мы видим глубокое непонимание, глубокое непонимание связи со Всевышним, неумение построить свои отношения со Всевышним, неумение понять, неумение понять свою роль, свою роль, неумение положиться на Всевышнего, это то, что происходит. И роптали они на Всесильного горя, разве может Всесильный приготовить стол в пустыне, уже море рассел, даст он мне пищу в пустыне. И дальше рассказывается о том, как машина скалы, был вопрос, даст ли он хлеб и так далее. Здесь рассказываются чудеса, которые происходили в пустыне, и вот говорится, он повелел облакам наверху и двери небес растворил и дождем пролил имман для еды и хлеб небесный дал им, хлеб могучих ел человек, пищу послал он им вдовы. Давайте здесь есть несколько моментов, не просто мне бы хотелось прочитать вместе с вами псалом, сказать, это так, это так, это так, это было тогда, здесь можно сделать и из этого можно сделать принципиальные выводы, вот как мы постарались сделать принципиальные выводы с историей с Ифраевым, так можно сделать и принципиальные выводы из всего того, что мы с вами просмотрели сейчас. Но прежде хотелось бы вот соотнестись с этим выражением лехим оберим, хлеб могучих. Раби Акиба в трактате Йома Раби Акиба говорит, что хлеб могучих это хлеб ангелов. Тут же возражает ему Раби Ишмаэль и говорит, что как разве ангелы едят хлеб, ведь Маше когда поднялся наверх, он 40 дней не ел и не пил, как бы по обычаю верхних миров, в верхних мирах не едят и не пьют, поэтому как же ты говоришь, что хлеб могучих это хлеб ангелов, давай скажем давай скажем по-другому хлеб могучих это хлеб который усваивался всеми 248 органами которые есть у человека считается по традиции что у человека 248 основных органов тела что это как это как эти органы распределяются как они разбиваются почему 248 никто не знает на это не в комментариях но как как вот как данность как образ это постоянно используется мудрецами 248 соответствует слову рэхим рэхим женский орган который рождает человека и вот сумма числа корячих букв это слово это 248 как вот человек он выходит из рэхим у него должно быть по идее 248 основных органов почему я это говорю потому что слово оберим оберим на игрите и боги матрия как раз 248 поэтому Рави Ишмаэль хочет идти другим путем и сказать что ман это не то что пища ангелов это пища которая пища всевышнего которая была дана на землю и она отличается от любой другой пищи тем что она полностью усваивалась организмом человека всеми его всеми его органами давала пищу и энергию всем его органам 248 органам вот это спор спор мудрецов мы можем представить себе как бы в чем этот спор в чем этот спор заключается Равиакива он как бы поднимает планку и говорит вот человек он он может быть он может быть как ангел ну ангелы не едят хорошо не едят но что-то они получают все творения что-то получают ну пускай они получают получают свет от всевышнего это их энергия существования так вот сыновья Израиля это ман его можно приравнять к свету всевышнего вот Рави Ижмаэль он всегда ближе как-то к земле и он говорит да конечно ман это необычная пища пища которая была до нас выше но все-таки не стоит говорить так что это пища ангелов это пища необычная пища для людей это в скобках как бы спор мудрецов может быть интересный сам по себе интересные их позиции взгляд с разных сторон вот и понятно что ман был чудесной пищей которая готовила сыновей Израиля к восприятию Торы к усвоению Торы помогала им усваивать Тору то есть такая пища духовная это это понятно но вот что мы что мы можем что мы можем сделать вывод для себя мне кажется что какой вывод можем сделать для себя мне кажется что ситуация она в общем-то очень похожа на на ситуацию на нашу ситуацию может быть нужно начать есть такая притча не знаю хатистская не хатистская просто притча многие ее знают рассказывается о человеке который 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 во время наводнения поднялся на крышу и вот ситуация опасная и он молится всевышнему чтобы он спас его проплывает мимо лодка кричат ему давай к нам он говорит нет я молюсь о спасении прилетает мимо вортолет говорят ему давай к нам мы телесницу спросим нет я молюсь меня должен спасти всевышний и он в конце концов утонул душа его приходит предстает перед всевышним и предъявляет претензии почему ты не послал мне спасения всевышний говорит как я тебе лодку послал и вертолет послал ты просто это не заметил и в этом плане претензия Асафа ко многим поколениям сыновей Израиля то что они не они не замечали чудо как это ни странно они не замечали чудо вот возьмем ситуацию скажем с возьмем ситуацию с Мирьям с переходом через море рассказа Мирьям перешли через море как говорит Медраж Шмот Раба начали собирать начали собирать камни драгоценные камни которые море сорвало и выбросило на берег сорвало с колесницы египтян и выбросило на берег начали собирать эти камни и Мирьям тогда запела песню и народ весь подхватил вместе с ней песню благодарности Всевышнему и она спасла еврейский народ почему она спасла еврейский народ потому что потому что чудо потому что чудо Это оно в сознании человека. Если человек пропустил, не заметил, не придал значения, занялся чем-то другим, пропало чудо. В даре расступившееся море не будет чуда. Если человек поднял драгоценный камешек и рассматривает его, и думает, сколько он стоит, сколько я за него смогу получить, не будет чуда, не будет чудом, оно пропало. Вычеркнуто из нашей истории. Мирьяна не позволила это сделать. Она возвысила народ духовный. Народ сказал песню благодарности Всевышнему, и чудо осталось чудом или стало чудом, потому что люди поняли это чудо, осознали, насколько оно великое и глубокое. Исходя из всего этого, можно посмотреть на наше время и представить себе ситуацию, в которой мы находимся. Вот многие говорят, что не пришло еще время возвращения на землю Израиля. Мы будем ждать Машиеха. Или нету такой обязанности, или нету такой срочности возвращаться на землю Израиля. И эти слова звучат после стольких чудес, которые сделал для нас Всевышний чудес практически явным. Это и тот светение земли Израиля, о котором говорили мудрецы, что оно происходит чудом, потому что земля Израиля не дает никому свои плоды, ни одному из народов. Только знамьям Израиля она дает плоды. И когда начинается, происходит возвращение по воле Всевышнего. Это и война 1868 года, когда мы чудом выстояли. Это и война 1867 года. И война 1873 года, которая является величайшей победой, хотя многие воспринимают ее как поражение. И многие-многие другие чудеса, которые происходят у нас на глазах. А мы не реагируем. И мы говорим Всевышнему, а что ты еще сделаешь? Чтобы это было более явно. А чтобы это нам больше подходило. Больше подходило. Сколько раз я слышал, скажем, а вот в Израиле этого нет, этого не хватает. А там экономические условия не такие. А вот я не могу продать квартиру. Поэтому я кложу переезд в Израиль. И так далее. А вот там бюрократия. А вот это и пятые, и десятые, и так далее. Чего-то не хватает все время. Чего-то все время не хватает. Так же, как в пустыне чего-то не хватало. Как это неудивительно. Как это неудивительно. Глядя на эти чудеса. Видя эти чудеса своими глазами, занимались чем-то, какими-то проблемами. Камешками. Что сегодня лучше поесть на обед. Манн этот надоел. То есть занимались какими-то проблемами, даже не второстепенными, десятистепенными. То же самое, что мы делаем сегодня. Мы видим чудеса Всевышнего. И мы не идем за ним. И мы не говорим ему песни благодарности. Мы не говорим ему песни благодарности. Мы все думаем, что это вот он что-то нам еще не додал. Он что-то нам еще должен сделать. Насколько, скажем, насколько абсурдны, скажем, эти разговоры, которые начинаются постоянно перед Днем Независимости или перед Днем Иерусалима. Говорит ли Алель хвалебную песню Всевышнему? Или не говорит с барахой, с благословением или с безблагословением? Откуда эти сомнения? Что Всевышний еще нам должен? Что мы хотим, чтобы он нам еще сделал? Что еще? То же самое, что в пустыне. То же самое и у нас. Я думаю, что и Ассав, излагая эти вещи, излагая эти моменты, он хотел, чтобы мы как раз поняли этот момент. Он не один, не Ассав, говорит об таком нашем восприятии. Пророк Ешайягу, намного после него, конечно, намного после царя Давида и после Ассава, он говорит говорит такими словами. Будет ли глина указывать горшечнику, как ей сделать ее, какое изделие из нее сделать? Речь идет как раз о возвращении из изгнания. Пророк предвидит, что сыновья Израиля будут смотреть на все те условия, которые создал для них Всевышний и на ту лодку, и на ту вертолет, как в этой притче, и говорит, что нет, это нам не подходит. Надо, чтобы были чудеса уже совсем полностью открытые, чтобы нам по дороге было что есть, скажем, ту пищу, которую мы любим, чтобы мы с тобой могли взять все из своих домов изгнаний, чтобы перенести в Израиль, а иначе мы не поедем, чтобы у нас были все условия. Пророк говорит, скажет ли Грина горшечнику, как ей сделать? Это как ему сделать, что сделать из нее? Как раз и речь идет об исходе из изгнания. Он говорит конкретно об исходе из Бавеля, из Игломского изгнания, но, безусловно, пророки говорят о всех временах, и это применимо и к нашему времени. Так что первое, то, что мы узнали, как бы это, скажем, расчеты и подсчеты, как к этому относиться, и второе, это чудеса Всевышнего, как на них смотреть, или точнее, что упрек к нам, что мы никогда не могли проникнуться полной верой во Всевышнего, видя чудеса, какие бы чудеса он для нас не делал, и подумать о том, что мы должны делать, как мы должны идти за ним, а не то, что требовать и просить у него постоянно. Да, конечно, пожалуйста, да, да. А вот те люди, которые были за пределами Стана, у них маркетинг был, они лучше жили, чем те, кто в Стане? Совершенно не понял. Люди, которые за пределами Стана, жили ли они лучше, чем те люди в Стане? Какой Стан вы имеете в виду? Ну, эры прав, которые были, как бы, Петрова, с сведниками, с сведниками, что там еще, люди, которые вышли за пределами Стана, которые не получили надеяться при вступлении в землю граждан. Как? Люди, которые не питались маном, вы хотите сказать? А я не знаю, они питались, они питались, там, отец, он, наверное, какой-то присутствовал, и, как бы, маном-то, не насыщали, говорят, есть такие, как говорится, объяснения, что ман не насыщал, и там не было, и приправ не было, в этом мане, не видишь, ни какой не было, и такая казенная диетическая пища была. и я не думаю, что это была казенная диетическая пища, что она не насыщала, как бы, Медраш не говорит об этом, у мана, и мы это встретим прямо в тексте Торы, у мана был любой вкус, который человек хотел испытывать. Проблема была в другом, что ман не был мясом, ты хочешь вкус мяса, пожалуйста, у него будет вкус мяса, нет проблем, то есть, как бы, все в соответствии с твоим желаниями. Но что вот этого самого мяса, которое, конечно, то есть, он так давал возможность человеку насытиться, но вот этого мяса наесться, почувствовать, что ты ешь что-то, вот это ман не давал. Вот это ман не давал. Но он давал другое, он очищал человека духовно и давал возможность ему постигать тайны Торы, понимаете? И поэтому говорить, что им чего-то не хватало, ну, конечно, у них не хватало чего-то, всегда человеку чего-то не хватает, всегда человеку чего-то не хватает. Безусловно. Особенно, если он не умеет сосредоточиться на духовных проблемах, если он упирается в материальное постоянно, то, конечно, ему всегда чего-то не хватает. Безусловно. Здесь в псалме написано, что они ели до стиха. Вот их конкретное. Осва, осва. Итак, что это? Досы там ели. Какой стих вы говорите в псалме? Это стих, я скажу. Осва, это двадцать пятый. Какой стих? Двадцать пять, два пять. Двадцать пятый. Двадцать пятый. Хлеб мог послал нам вдоволь. Пищи вдоволь послал. Ну, допустим, ели досыта, скажем, да, и как вы говорите. Или, как сказано, в псалме было пищи вдоволь. Безусловно, проблема не в том, что люди оставались голодные, а проблема в том, что они не ощущали себя вот как бы привязанным к этому миру, что они не садятся, не готовят эту пищу, как обычно, не едят ее. Да, ведь, скажем, еда – это не только поглощение пищи, это трапеза, это процесс и так далее. Да, разговор там между ближними за рюмкой, за кусочком мяса и так далее. Вот, этого ощущения у них привязанности к этому материальному миру у них не было. И это то, что им не хватало. Они хотели быть к этому привязаны, к этому материальному миру. Более того, да, они чувствовали воздействие этого мана, то, что он убирает у них дурное желание. И они боялись этого, где-то, может быть, на подсознательном уровне. Они боялись, что они меняются, они становятся другими людьми, людьми гораздо более лучшими. Человеку иногда это тяжело. И так далее. Мы дальше с вами читаем о всех чудесах. А еще, тот народ, который за пределами стану, они этот ман кушали или нет? Голодным никто не оставался. Ман получали все. То есть у них была и скотина, и они торговали с другими народами. Это все, безусловно, но ман получали все. Не было такого, чтобы у человека не было пищи в любом случае, чтобы он не мог собрать этот ман. Ман не выпадал непосредственно в стане. Ман выпадал за станом. Мы знаем, что человек, который более праведен, он находил его ближе к стану. Тот, кто отличался меньшей праведностью, скажем, условно говоря, ему приходилось приходить большее расстояние и так далее. И дальше он рассказывает всю историю, возвращается к десяти наказаниям, которые были в Египте. И говорит, но испытывали они и не слушались Бога Всевышнего, и законы его не соблюдали. И отступили они и изменили, как отцы их превратились в лук обманчивый, так сказано, кешет ремия на иврите. То есть, когда стреляют из лука, то он может сломаться и может поранить человека. Это такой образ, как бы лук обманчивый, лук ненадежный, из которого стреляешь, а он попадает в тебя. Так здесь пророк характеризует сыновей Израиля. И раздражали его жертвами, высотами своими, и стуканами своими, и гневали его. Услышал Бог, и разгневался, и весьма возненавидел Израиль. Речь идет, в общем-то, об эпохе судей. Эпоха судей стала очень, скажем, тяжелым временем для сыновей Израиля, когда они изгнали народы мира, начали заключать с ними договоры, начали учиться их делам, тому, что они делают, и тому, что они творят. Сначала перенимали какие-то обычаи, а потом и склонялись к служению божествам. Сначала приходили к ним в гости, пили, ели, выпивали вместе, потом и поклонялись их божествам, и в эпоху судей и долбоклонство вошло в среду сыновей Израиля. В то время, может быть, еще не понимали, насколько оно опасно и насколько оно разрушительно. Не было правил удаления от этого поклонства, но факт остается фактом. Нарушили союз со Всевышним. Союз со Всевышним – это прежде всего вера во Всевышнего и соблюдение его элементарных заповедей, таких как суббота. Это все нарушили, отказались от веры, то есть поверили в божества или даже, может быть, и не верили столько, но поклонялись им как бы на всякий случай. Это разрыв союза со Всевышним. Это разрыв союза со Всевышним. Ничто не вызывает ненависти Всевышнего, кроме долбоклонства, как какого-то явления, которое входит народ. Я вижу, просто я посмотрел, здесь есть вопросы в Фейсбуке, я не могу с ними соотнестись, они полностью не пропечатываются, то есть есть сокращения, мне надо сейчас их открывать, так что я прошу прощения перед теми, кто в Фейсбуке, пишите вопросы больше, я постараюсь ответить потом. И отдал силу свою. Это эпоха судей, и она, в общем-то, определила всю нашу дальнейшую судьбу избавиться от этого поклонства полностью. Нам так и не удалось до конца эпохи Первого Храма. И тогда Всевышний отдает сыновей Израиля в руки врага, то, чего не должно было быть. Завоевание земли должно было быть чудесным образом. Оно так и началось чудесным образом. Все войны Ашуа были чудесами. В эпоху судей это тоже есть чудеса, но только в том случае, если сыновья Всевышнему, тогда он их спасает. И когда они отходят от него, то враги начинают побеждать. И вот мы подходим с вами к концу изложения Асафа. И он нам здесь в конце пишет очень интересный момент. И знаменавидел он шатер Есефа и колено Ефраема не избрал, а избрал он колено Иуды, гору Цион, которую возлюбил. Сейчас мы поговорим об этом. То есть мы представляем себе, что всю эпоху судей, 369 лет, Мишкан, переносной храм, стоял в шилом. Я здесь попытался представить вам, найти его изображение, как он стоял в шилом. Мы представляем себе, примерно, конечно, что Мишкан был выложен в шилом из камней, в отличие от Мишкана в пустыне, у которого были стены из досок. И через камни был перекинут полок, как мы здесь видим. То есть такое полуздание, полушатер, полудом, полушатер. И Мишкан стоял в шиле, 369 лет. Это очень много, как мы можем представить. И там пребывало божественное присутствие. Но в конце концов, в конце эпохи судей, как вы помните, в момент, когда был судьей у Ильи, первоспещений, Мишкан в шиле был разрушен Плештим, филистимлянами. И даже... Ковчег Союза был захвачен, захвачен филистимлянами. Ассав и уже в шиле Мишкан не был построен, восстановлен. Он был еще в нескольких местах. Ковчег Союза, который вернулся от филистимлян, также не стоял уже в Мишкане, в основном Мишкане, стоял в других местах, пока Давид не перенес его в Ярушалаи, и не установил в Ярушалаи. И здесь Ассав говорит нам... Секунду, у меня опустился этот... Опустился этот ковец, этот файл опустился. И здесь говорит Ассав, что и узнавидел он шатер Есефа, и колено Ефраима не избрал, а избрал он колено Ефраима, и гору Цион. Здесь дело, как бы, скажем, даже не в колене Ефраима. Это тоже, как колено Ефраима, здесь как образ, как путь некоторый. И колено Иуды также. Колено Ефраима, оно, как это пошло традиционно, оно больше полагалось на свою силу. То есть то, что они решили совершить исход из Египта за 30 лет до срока, это не было, как бы, случайностью. А колено Ефраима, оно было такое сильное, самоуверенное, оно всегда полагалось на свою силу. И Всевышний этот момент, как бы, он хотел отодвинуть и отверг его. И он избрал колено Иуды. Может быть, опять же, не как колено, а как идею. Идею, когда человек постоянно обращается с молитвой ко Всевышнему и благодарит Всевышнего. И вот этим отличался Иуда. Его имя само по себе, оно близко к слову моде. Я благодарю или я признаю силу Всевышнего. Вот эту линию, как бы, Иудых хотел Всевышний взять. А линию Ефраима, когда больше полагаются на себя и меньше на Всевышнего, он хотел отодвинуть. И поэтому он избрал Иерушалаим, который в колене Иуды и частично в колене Вениамина. И, что еще, избрал Давида, раба своего, и взял его из загонов овечьих, от дойных скота привел его пасти народ свой, народ Якова и Израиля, наследие свое. И пас их в непорочности сердца своего и мудростью рук своих водил их. Здесь мы видим как бы итог, что есть вся, есть длинная история, в которой, конечно, Асаф, он сконцентрировался на отрицательных моментах. Безусловно, есть и положительные моменты, есть и праведники, есть и люди, торы, есть и пророки. Без этого невозможно. Есть какой-то стержень у народа, но то, что мы можем представить себе, у истории есть направление, и вот это все движется как бы к избранию, избранию Давида, царя, который, который способен возвысить народ духовно, который способен завоевать всю землю Израиля и возвысить народ духовно, царя, у которого есть пророческий дух и который ведет постоянно диалог со Всевышним. Так Асаф захачивает Псалом, это как бы финал истории, это ее направление, это то, к чему она идет. И, безусловно, мы из этого тоже можем сделать вывод для себя, куда движется наша история. Она движется к тому, что встанет ли во главе народа потомок Давида или не встанет, трудно сказать, но вся наша запутанная как бы история двух тысяч лет и последнего времени, она обязательно придет к тому, что будет царство, царство, похожее на царство Давида, и во главе его будет стоять обязательно человек, похожий на Давида, человек высоко духовный, человек, ведущий диалог со Всевышним, умеющий его ощущать на всей земле Израиля, на всей святой земле. Это залог успеха. Это выход из того положения, в котором мы постоянно находились, как народ. Туда, сюда Всевышний дает нам, мы не замечаем, мы идем своим путем, мы вообще отходим от него, не дай Бог, подходим близко к этого поклонства, у нас чужие идеи, чужая культура. Нужен человек пророческого уровня, который вытащит из нас все хорошее, то, что у нас есть, и отодвинет все плохое. И к этому идет, как бы, движется вот линия истории. Вот здесь я остановлюсь, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, я с удовольствием. Опять же, то, что есть в Фейсбуке, я попробую ответить потом. Окей. Вопрос по что? Пожалуйста. В главе, глава колена был, отец Игошова, окей? На хон? Да. Они вернулись после поражения в Египет? После поражения в Египет... Пора этого выхода, этого похода. После поражения в Египет вернулось 10 человек, в том числе, в том числе и сам Нун. Нун, по всей видимости, был казнен фараоном, и на его место был назначен его сын, Яшуа, которому в то время было 12-13 лет, и мы можем представить себе, что Яшуа сделал, в общем-то, вывод из ошибки отца. Яшуа никогда не отлучался от Маше, всегда старался быть вместе с пророком, и специально говорится, подчеркивает Тора, что он никогда не отлучался от Маше. Он был предан Маше, был предан пророку и учился у него и не пользовался своими соображениями, своими подсчетами, как Нун. То есть вот из ошибки произросло и выросло нечто великое, огромное. Так бывает, если бывает только в том случае, когда в ошибке есть какой-то корень, который Лешем Шамаем во имя небес, корень какой-то хороший и здоровый, тогда ошибка может дать в результате какие-то, не знаю, что ее нужно совершать, но в результате она, как говорят бы, диават, постфатум, она может дать и хорошие плоды. И вот это Яшуа, Яшуа, сын Муна, Яшуа, который в конечном итоге потом завоевал сына Израиля благодаря тому, что он был привязан к Маше. Арон еще не был главой поколения по-настоящему, то есть у Нуна не были отношения такие с Ароном, как последующий Яшу с Маше, очевидно. Я не знаю, был ли Арон когда-нибудь главой поколения. Арон был пророком в Египте, пророком довольно известным. Пророк это еще не глава поколения. Вот и он вместе с Маше он обрел, как бы, приобрел значение, приобрел влияние. Вот потом, скажем, после греха святого тельца, так можно сказать, несколько его позиций пошатнулись. был ли он когда-нибудь главой поколения и претендовал на это, должен ли быть, не трудно сказать. Арон умер, Арон умер в пустыне, как мы знаем, в землю вошел Яшу. Так что в этом плане как бы окей. Спасибо. Окей. И есть что-то еще, что хочется спросить, есть какие-то замечания. этот псалом интересен тем, что он по своей внешней форме представляет такое простое изложение простых посылок. И на самом деле, как мы видим, в нем есть много-много уроков для нас с вами, для нашего поколения. Так как Асапы говорит вначале, что его задача передать последующим поколениям. Окей. Но тут вдохновение есть, вдохновение Всевышнего. Есть вдохновение Всевышнего. Если вы говорите об Асафе, то безусловно, конечно. В псалме, в этих страхах, безусловно. Да. Ладно, если нет вопросов, то я тогда с вами прощаюсь. Асапы уже после Давида, очевидно. И трудно сказать, то есть, безусловно, безусловно, он современник Давида, безусловно, он современник Давида, трудно сказать, пережил ли он Давида. Он упоминается в Геврея Аймин в книге Хроника, говорят по-русски, как один из левитов, который поет в шатре, как мы с вами говорили, Давид Герушалаев построил шатер, как бы он не заменял храм, но это было место, где стоял ковчег завета, и там Давид в этом шатре и вокруг него, он организовал все, как в храме, и распределил для левитов должности, сделал для них порядок, когда и кто будет петь, сделал мишмарот стражик от левитов, и вот один из левитов, который поет в этом шатре, это Асад. Можно представить себе, что он пожилой человек, что он захватил еще эпоху судей и так далее, но в общем-то он современник Давида. Спасибо. Равзиев, скажите, пожалуйста, такая аналогия возможна или нет, или это слишком грубовато, что шатер Йосефа это государство Израиль, которое будет разрушено и так далее. Такую аналогию можно сделать? можно сравнивать государство Израиль с шатром Йосефа, но я не думаю, что можно... Посмотрите, там вот конец, если посмотреть, псалма, да, шатер Йосефа будет разрушен, возненавидел он шатер Йосефа, шестьдесят седьмое и колено Йосефа не избрал, избрал он колено Йогуба. Не знаю, мне как бы не трудно говорить, не трудно говорить, я бы не стал смотреть на вещи так пессимистично, мрачно, да, и я думаю, что каждое поколение у него есть свои особенности, и на каждое поколение все вижние смотрят по-своему, да, и то, что отличает наше поколение, то, что подавляющее большинство народу, к нашему великому сожалению, может быть, да, это плененные младенцы, от которых ты не можешь потребовать другому. Это не они, скажем, оставили законы Торы, это их деды даже, даже не родители, их деды оставили законы Торы, ты с них ничего не можешь потребовать. Если у них есть еврейское чувство, если у них есть привязанность к народу, если у них есть желание оставаться евреями, я думаю, как можно представить себе, это имеет огромную ценность в глазах Всевышнего. Те же люди, те же религиозные люди, которые живут в наше время, также трудно к ним относиться строго, как я смотрел бы глазами небес, если допустимо такое выражение, то трудно относиться к ним строго, потому что все запутано и все перепутано, это я говорю не от себя, это говорил Хазон Иш, который говорил, что в наше время, в его время, если человек даже оставил Тору, если не дай бог, он ушел куда-то до упоконства, и потом он возвращается, его принимают без каких бы промежуточных ступеней, инстанций поучений и любого, скажем, такого, как это сказать, испытательного срока, его обратно принимают в общину. Почему? Хотя Рамбан, Маймонит пишет, что это не так, он пишет, что тот-то ушел до упоконства, его обратно в общину не принимают, он может раскаиваться, он может соблюдать закон, ему нету места в общине, почему Хазон Иш пишет по-другому? Он обосновывает это, он говорит, что в наше время все перепутаны, нету никаких основ, никаких принципов, никаких принципов веры, люди точно не знают, не понимают, чем христианство отличается от иудаизма, и отношение должно быть другое, нужно полагать, что отношение не то и у небеса, оно совершенно другое. и когда мы предъявляем претензии, хотим от нерелигиозных людей, чтобы они что-то соблюдали, в общем-то у нас нету, с точки зрения ТОР, у нас нет такого права, нет такого права. Единственное, что мы можем хотеть от них, это то, что они были бы привержены своему народу и исполняли те заповеди, которые связывают человека и человека, не воровали прежде всего, относились с уважением к ближнему и так далее. Больше потребовать от них трудно. Поэтому если в эпоху Судей Всевышний разрушил шатер Эфраима, я думаю, что трудно сегодня сделать вывод, что он обязательно собирается разрушить государство Израиля, которое во многом полагает, что оно держится своими силами, не исполняет волю Всевышнего, полагает, на народы мира и на свою силу, чтобы о этом разрушить государство Израиля, я не думаю. Каждому поколению, каждому времени свой суд, свой взгляд на вещи. И трудно наше поколение судить так же, как поколение эпохи Судей. Рабзей, я тоже так же считаю, просто общепринята аналогия, что государство Израиль сравнивает с Эфраимом, Сюзбет Йосефом и так далее. А может быть, здесь все наоборот зашифровано, что написано в 67-м? И возненавидел он шатер Йосефа, и колено Ефраева не избрал, а избрал колено Игуду гору Цион, которую он возлюбил. Где тут любовь горы Цион в колено Игуды, если аналогию проводить как бы с религиозным? Здесь отсутствует любовь в колено Игуды. Поэтому может быть все наоборот. Может быть как раз колено Эфраима это как раз религиозные, а колено Игуды это те, кто любит Сион, которые взошли на Сион? Нет, трудно очень, понимаете, это нужно, я думаю, что это уже задача даже не Мудреца Тора, а задача пророка, чтобы сказать это, 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 это. Я здесь вижу ценность этого в общих посылках, какая посылка, скажем, которая неоднократно есть в пророческих текстах, что наше стремление должно быть всегда гореться и он построению храма, так как это, скажем, со всех точек зрения это как бы и желание приблизиться к Всевышнему и желание того, чтобы он нам помог и чтобы он дал благословение на всей земле. Туда, в эту сторону должно быть направлено наше желание. А кто из нас, кто, кто и фраев, кто и вуда, и кого Всевышний ненавидит, мне кажется, что такие выводы очень трудно, очень трудно делать здесь. Спасибо, я понимаю. Хорошо. Ладно, мы тогда с вами остановимся. И, как всегда, хотелось бы гораздо больше, чем мы с вами сделали и успели, но постараемся в следующий раз восполнить. Всего самого доброго всем и самого-самого хорошего и удачного. Спасибо. Спасибо.